Её зовут Оксана Урясева, и она художник, но она также немножко занимается литературой, а по образованию первому, как здесь говорят, или основному, как хотите, она математик. И вот обо всём, что связано с её жизнью, с её творчеством, мы сегодня будем говорить. Мы покажем, конечно, её работы и даже, возможно, прочитаем что-то из её литературных произведений. Итак, Оксана, доброе утро. Доброе утро. Welcome to New York. И я надеюсь, что вот вы сейчас готовитесь к выставке, которая состоится завтра в Музее современного русского искусства в Джерси-Сити. Вы там уже были, вы видели, как висят ваши картины, или вы только сегодня будете заниматься развеской? Сегодня первый раз там уже. Первый раз? Нет, там картины уже были, но без меня. Но без вас, и вы будете помогать их развешивать, наверное. Очень важный вопрос. Кураторы всегда, я иногда думаю, может быть, это от того, что они хотят сделать себя более важными, очень озабочены тем, как висят картины, развеска картин. А насколько это важно, вот с вашей точки зрения, как художника? И я знаю, что ваши картины, ну, в частности, висят и заполняют стены вашего собственного дома. Ну, не только нашего дома, но, в принципе, это действительно для меня важно. И на самом деле я очень люблю яркие цвета, вот, может быть, даже в отличие от многих других. И цвета, они должны балансировать как-то, поэтому это первое что. Ну, а также тематика. Чтобы картины не исключали, не убивали одна другая. Не убивали, это очень важно. И, ко всему прочему, если человек интересуется одним и переходит другим, ему не важно, я хочу, чтобы это было тоже разнообразие, а не один блок одной темы, потом другой блок другой темы. Потому что, в принципе, это как винегрет мне хочется, чтобы человек пробовал. Чтобы было все, чтобы было разное, но чтобы при этом оно не исключало одно другое. Да, я очень люблю неожиданность, когда начинается с одного, а потом вдруг неожиданно. Один из моих любимых писателей – это Даниил Хармс, где «Не ожидаешь, когда конец окон». Примерно то же я делаю и в писании, и в рисовании. И в рисовании. И там, да, в ваших картинах довольно много таких абсурдных сюжетов. Да, я даже для себя изучила абсурдизм, не знала такое выражение, видимо, оно очень хорошо, как неприменимо. И так же, как расположение, поэтому не ожидаю, что будет рядом. А с чего началось ваше желание писать картины? Ну, желание было всегда, и на самом деле, наверное, с рождения или еще что-то, но я родилась в семье математика и математики хотели, чтобы я стала тоже математикой. Кому я… Люди удивляются, когда я рассказываю, что мне даже не разрешалось рисовать. Не разрешалось рисовать? Нет, нет. То есть я должна была быть математикой, и все мои мысли, и все должно было фокусировано только на этим. Но, видно, природу не обманешь, потому что в школе я рисовала и была всегда редактором газеты. Как в школе, так и в университете, и очень много всегда это проявлялось. Но, тем не менее, все силы на математику. Я думаю, что математика, наверное, вам тоже хорошо давалась. Потому что, если было бы уж очень тяжело, наверное, вы бы не дошли до степени доктора наук. Нет, математика, она мне не давалась, мне трудно, то есть это интересно было. Но, тем не менее, вы же знаете, как запретное яблоко, всегда хотелось чего-то, что не разрешено. И поэтому рисовать я думала, вот я должна начать. Вместе с математикой у меня еще пришли дети. Но я такая, просто быт, короче, было просто не до этого. Но все, вероятно, копилось. Ну, естественно. Копилось и накапливались впечатления. И впечатления эти очень разные. И тут очень важно, потому что наше сознание, оно, мы его не контролируем, но оно что-то такое отбирает, выбирает, и потом это выплескивает. Вот какие опыты для вашей жизни, вот мы говорим experiences в английском языке, вот что оказалось, как вам кажется, для вас, как для художника, особенно памятное, особенно важно? Я не могу сказать точно, вот момент, когда вот что-то на меня произвело. На самом деле мы очень много путешествовали по всем странам. Меня когда спрашивают, где я была, мне проще сказать, где я не была. И поэтому, наверное, опыт разных стран, а также... Я помню первый раз, правда, был художник Фоменко, он математик, и также он рисовал, у него было что-то а-ля Дали примерно вот такого вот плана. И как-то оно на меня особенно произвело впечатление. Это было еще в Советском Союзе, когда современное либо абстрактное искусство, в принципе, не существовало. Ну да, то есть его не разрешали, его знали те, кто могли открыть журналы какие-то, но на выставках, в музеях ничего такого не было. Не дай бог, там какая-то мысль возникнет, которую, может, и сам художник-то не имел, но, тем не менее, это боялись показывать, и мне это всегда было очень интересно. А потом, поездив по разным странам, живя в Австрии, Вене, я просто полюбила именно искусство, альтернативное искусство, можно так сказать, и все это действительно накапливалось. Накапливалось. А вы до 28 лет, насколько я знаю, вы жили в Украине. Да. Где вы родились? В Киеве. В Киеве. Вот Киев. Украина, как мы неоднократно говорили, у нее очень сложное было такое территориальное положение. С одной стороны, она ближе к Западу, поэтому все модернистские польские влияния шли через Киев, может быть. С другой стороны, власть была как-то уж особенно консервативна в Украине, мне кажется. И, например, музыкальный авангард давили как могли, больше, чем в Москве. И украинские некоторые композиторы бежали из Киева в Москву в надежде, что там будет немножко лучше и легче. У меня нет особенного сравнения, нет опыта с Россией. Потому что вы в Москве вообще не жили? Я не жила бы, естественно, ездила, бывала там, но так, чтобы почувствовать вот это все, особенно культурную среду, нет. Но, тем не менее, Украина была такой страной, где вот это яблоко запрета, оно находило разных... Разных едоков. Да. Запрет на яблоко. То есть как культура, так и все, не везде все разрешалось, понимаете? Если Россия, может быть, даже это прямой был путь, в Украине это было по-другому. И поэтому я подозреваю, что там как раз и художников, и поэтов было существенно, может, даже больше именно из-за того, что это не разрешалось. То есть просто они не возникали открыто. Ну да, но в данном случае я говорю о ваших как бы визуальных впечатлениях. Что вы видели, как просто зритель, еще не художник, не профессионал? Ну, зритель, я даже не знаю. Украина просто красивая страна, красивые люди. Может быть, оттуда яркие краски пошли. Яркие краски, интерес к ярким. Честно говоря, не задумывалась именно вот эти корни, откуда там больше, наверное. Может быть. А после нескольких лет в Австрии вырастили детей, приехали сюда, оказались во Флориде, или вы жили в Нью-Йорке? Мы жили на Лонг-Айленде шесть лет. Потом год жили, полгода жили на Манхэттене. Вот, вернее, там, ну, неважно. Мы даже в Японии жили. Вот, а на Лонг-Айленде... Потом во Флориду переехали... Ну, на самом деле, когда мы приехали в Америку, я помню первые дни, я плакала, потому что мы приехали из Вены, я родилась в Киеве, столице. И как-то разница очень была большая. А потом... Чисто визуальное, вы хотите сказать. Чисто визуальное. Да, потому что, конечно, Вена очень красивый город. Да, да, Вена остается в Вене. Киев тоже совсем неплох. И после этого Нью-Йорк, наверное, показался вам довольно некрасивым. Это другое, это другая красота, специфическая. Но потом прошло это все. И я скажу, что сейчас, в общем, я люблю Нью-Йорк, я люблю Флориду, я люблю Америку. И это я могу искренне сказать, это я рисуюсь. И пытаюсь взять то, что мне нравится. А когда... Вы можете назвать точный момент, когда вы начали писать? Когда вы сказали, так, покупаем холсты, ставим на мольберт, начинаем работать? Вот, я на самом деле этот момент оступил, когда у меня дети уехали из дома, когда у меня появилось больше времени. Времени, ну, конечно, как у многих так бывает иногда. Хорошо, что это не произошло слишком поздно. Да, но потом я пошла в Санта-Фе колледж наш, брала классы, брала частные уроки. Я просто даже не знала, как размешивать краски, как использовать. Это какая-то база должна была быть. Конечно, профессиональная. И когда я, наконец, поняла, как это делать, мне сын звонит, мама говорит, «Мэ, я помню Флориду, я люблю Флориду, я хочу кусочек Флориды у себя дома. Нарисуй мне что-то из Флориды». И это была первая картина, которую я нарисовала. Это было озеро Флорида. И эта картина переехала, сейчас она, Вирджиния. Потом, после этого, был лес, который вы показали. Вот сейчас самое время начать показывать. Покажите нам лес. Это интересно, потому что совершенно без всякого разговора с Оксаной я посмотрела ее сайт и выбрала эту работу. Она мне очень понравилась. Хотя, как бы, это вполне реалистичное произведение, но оно смотрится, как изумительная абстракция. Хотя вы писали это, наверное... Как вы писали? Это по памяти, с натуры? Нет-нет-нет, это как раз интересно было. У нас из нашего дома виден лес. Был мы, значит, лес. И этот лес подсвечивался одной желтой лампочкой слева. Но это было только ночью или вечером поздно. Фотоаппарата, чтобы сфотографировать, а потом рисовать, у меня не было. И я могла рисовать только ночью, стоя, как оно вот выглядит. Выглядит, да. Но получилось очень-очень здорово. И вот я знаю, что вы мне сказали, что вы это считаете своей, как бы, первой такой... Настоящей. Вторая профессиональная картина. Настоящая. Настоящая. Где она сейчас? Эта картина как раз дома. Я ее нарисовала для второго сына, но потом я ему нарисовала другую, которая ему больше понравилась, он забрал ее для второго сына. Так что она висит у нас дома. Вы легко расстаетесь со своими произведениями? Я... У меня друзья просят, и я дарю. Вот, если я знаю, что эта картина будет висеть у них дома на видном месте, я ее дарю. Вот, я не... Тем более, что вы сможете ее навещать. Да. Я радуюсь, когда она висит у кого-то. Вот. В этом плане легко. Но просто вот абстрактно кому-то дать и неизвестно что, это, наверное, как ребенок мне трудно. Трудно. Давайте посмотрим дальше немножко, и я надеюсь, что Оксана будет комментировать эти произведения. Вот это очень интересное произведение, и немножко такое, я бы сказала, необычное для вас. Да? Потому что вы говорили о том, что вы любите яркие краски, а здесь очень такая... Эта картина, она была новее, на самом деле, реальными событиями. Мы были... Шарлот был, да. Шарлот и то ли это шоппинг-центр, то ли еще что-то, я не помню, но там пришли дети-подростки и начали танцевать. Вот, и это было абсолютно потрясающее зрелище, как они танцевали. Вот, они были все в черном одеты, вот, как-то. И я подумала, что настолько они, вот, эта часть, как бы, природы похожа на природу. И, наверное, вот этот контраст, это уже время соединения с природой, вот, у меня и получилось. Хотя эта картина абсолютно не похожа ни на одну из моих картин. Да, да, вот я и поэтому и выбрала. Потому что я искала что-то вот разное. И это очень-очень интересно сделано. И вот, видите, как интересно всегда знать, откуда что пошло. Пошли дальше смотреть. Я думаю, что за каждой картиной есть своя интересная очень история. Это абсолютная, как бы, ну, сказка корова и свинья. Две головы, какие-то цветочки. Что это такое? Ну, эта картина, она предназначалась, я рисую маслом. Что очень трудно, кстати, мы это знаем, что маслом писать непросто. Ну, наверное, надо иметь опыт рисования в чем-то, писания в чем-то другом, чтобы определить, что легче, что труднее. А вы разве, у вас, мне кажется, есть какие-то работы, сделанные акриликом тоже? Ну, вот это вот, это акрилик, причем это не просто акрилик. Мы, у нас огромнейшая веранда. И мне она всегда была какой-то скучной, что на веранде ничего, ну, стены просто на веранде. Но, тем не менее, это веранда на улице. То есть она выходит, у нее красивый вид, а сзади стены? Ну, это скрин, вот этот, как бы по-русски, да, и в ней внутри стены. И я тогда решила украсить эту веранду картинами, которые бы выдержали на улице. Вот, но я подумала... А, поэтому акрилик, они бы выдержали климат уличный. Да, и я просто пошла в Лоус-магазин и купила сэмпл, ну, краски, которыми красят дом. Ага. Вот этот, аутсайд краски. Эти краски для меня был абсолютно новый опыт, потому что они очень, очень быстро сохнут. Я проводила кисточкой, она засыхала еще до того, как я кисточку заканчивала красить. И у меня несколько картин вот как раз с акриликом. Это как декорация, вот, и, ну, на самом деле там у меня даже подпись очень странная есть, но в большинстве это больше как декорация идет. Ну, к подписи мы еще вернемся, потому что тут очень важно такое... Я хотела, может, даже кусочек своей страны, Украины, сделать, но я корову, когда первую нарисовала сначала, то я... Дело в том, что на Украине коровы-то с рогами. Да. А в Америке и без. Но я начала... Как интересно! Вот что значит быть наблюдательным человеком. Я не подумала об этом никогда. Ну, ну, логично было бы, как, вот рисуешь голову, потом дорисовываешь рога, да? Да. Я нарисовала голову, дорисовала рога и поняла, что так не работает. Что корову без рук, у них абсолютно другое... Выражение лица. Лицо, я не знаю, как сказать. Вот, чем с рогами. Угу. Я даже не могу это объяснить. Почему? Поэтому я убрала рога, и поэтому не получилось, как бы, часть нашей страны получилась вот просто корова. Получилась просто корова. Но свинья очень симпатичная и очень такая похожая на украинских хорошеньких этих самых хрюшек. Давайте посмотрим дальше. Это тоже такая сказочно-символическая и очень поэтичная работа. Она мне очень нравится. Она называется «Бриллиантовая свадьба». Да, но это интересно, что я... У меня есть несколько картин, которые я делала как раз типа как пословицы или переговорки какие-то, вот, включая вот эту картину. Но я люблю не называть картины, помещать это на интернет, а потом просить друзей, чтобы они дали мне название. Вот это одно из названий, которое я абсолютно не ожидала, честно говоря. Потому что... Да, но это же две лошадки, которые с одной стороны стоят рядом, а с другой стороны смотрят в разные стороны. Вот, может быть, они уже так надоели друг другу и только после «Бриллиантовой свадьба». Мне поразило, что человек это видел, но на самом деле попросту я рисовала такую простую фразу «От работы лошади дохнут». Вот я бы, например, никогда бы не подумала. Видите, как интересно, что художник задумывает одно, а зритель видит нечто совсем другое. Но, как бы то ни было, она очень хороша, эта картина, именно своим, во-первых, колоритом, во-вторых, особенно тем, если кто-то любит синий цвет. И просто композиция очень симпатичная, не могу объяснить, почему, но вот она привлекательна. Пойдем дальше. Это вот как раз ваш такой абсурдистский трюк. Это, ну да, наверное, абсурдистский. Эта картина висит у входа в мой дом. Прямо вот если подходишь к двери, открывай дверь, она слева на стенке. Это тоже размера двери такая большая, тоже нарисована этими же красками, которыми рисует дом. Вот, я хотела изобразить, типа, добро пожаловать в наш дом и не бойтесь, если зайдете. Это у входа в дом. В дом. С другой стороны, где-то я видела, что там надпись «Волейбол на пляже», что-то в этом роде. Это как раз кто-то из ваших друзей. У меня их где-то около десятка названий, и я вот решила, что это действительно мяч я не рисовала. Он появился там. И когда люди увидели круглый предмет, они решили, ну да, тем более руки, ноги, там все это перемешалось, все бегают и так далее. Это очень забавно, вот этот момент домысливания после того, как картина уже закончена. Но вот мне интересно, с чего она начинается? Любая, любая ваша картина. Многие, не любая, но многие картины, некоторые картины начинаются, если я на улице кого-нибудь увижу или что-то прочитаю, или еще что-то. Но вот эта картина, как ни парадоксально, она мне приснилась. То есть я проснулась, и вот мне захотелось это нарисовать. Вот, и, ну, не всегда так бывает. То есть у вас очень часто литературный есть толчок к этому, содержательный, тематический. Да, очень часто. Не визуальный. Нет, бывает и визуальный, но часто тематический больше, да. Нет такого, чтобы вот я увижу перед собой чистый холст, бросаю там желтую краску и дальше уже вот рисую. То есть вы, в общем, тяготеете к искусству не абстрактному, а все-таки имеющему какую-то основу в содержательности, в фигуративности, в предметности. Мужу понравилось слово «концептуальный». Он теперь в моей картины говорит, вот это концептуально, вот это не концептуально. Ну, это не совсем только. Посоветуйте вашему мужу, чтобы он немножко глубже изучил концептуальное искусство. Вообще есть очень хорошее слово русское, старое русское слово «содержательно». Вот, наверное, содержательно. То есть, чтобы какая-то идея была. Была, вот. А как это называть, это уже можно по-разному. Да. Друзья, я напоминаю, что у нас сегодня только очень маленькая часть из того огромного количества работ, которые за несколько лет сумела сделать Оксана Урясева, наши сегодняшние гости. И мы еще посмотрим после того, как уйдем на рекламную паузу, после того, как мы вернемся, мы посмотрим еще несколько работ. И Оксана расскажет, как эти работы начинались и заканчивались. А вот если вы хотите посмотреть и другие ее работы, то вы можете прийти в музей русского искусства, современного русского искусства. Он называется по-английски сокращенная аббревиатура «Мора». 80 Гранд Стрит Джерси Сити. Завтра с 6 до 8 там официальный прием в честь открытия выставки Оксаны, а также еще нескольких художников. И если вы не попадаете завтра, то имейте в виду, что этот музей открыт по воскресеньям, если не ошибаюсь, где-то до 5 часов вечера. И в пятницу, в субботу и в воскресенье он тоже открыт. А мы сейчас пойдем на рекламную паузу, но перед тем, как на нее уходить, я хочу у Оксаны спросить. Сколько лет всего длится эта ваша волна изобразительного искусства, когда вы начали, наконец, работать? Ну, первая картина дата 6 лет назад. 6 лет назад. За 6 лет вы считали, сколько вы сделали? Ну, наверное, около сотни. Около сотни. Около сотни. То есть это довольно все-таки длительный процесс для вас? Ну, у меня много мозаики еще. А она более трудоемкая? Она более трудоемкая, ко всему прочему. Я перестала, я работала в университете, я 2 месяца назад перестала работать в университете. У меня фуллтайм-джо было. То есть вы это делали в свободное от работы время, от преподавания, от математики, исследования. Мы были исследователи. Ох, ну ничего, лучше поздно, чем никогда. Еще раз добрый день, дорогие друзья. Показанная только что реклама напомнила мне о том факте, что сейчас в Бруклинском музее открылась очень интересная выставка, посвященная Джорджии О'Кифф. А Джорджия О'Кифф большую часть своей жизни провела как раз вот на этом самом диком западе, на юго-западе Америки в штате Нью-Мексико или Мехико. Я уже забыла, как правильно произносить. И очень много замечательных пейзажей написала этой пустынной земли. Пустынной, но при этом очень-очень красочной. И об этой выставке, о выставке Джорджия О'Киффи, я буду говорить завтра в 5.30 в моей очередной субботней программе «Контакт. Субботнее приложение». Но если вы захотите пропустить эту программу, а пойти вместо этого на выставку Оксаны Урясиной и других художников Мора «80 Гранд Стрит», то я ничего против не имею, потому что она, так же, как и другие художники, которые выставляются там, они очень интересные, очень разные. И вот сейчас у меня в руках маленькая книжечка. Это книжечка, которую Оксана выпустила на основе своих картин, превратив их в открытки. Это так и называется она, книжка открыток. Она очень хорошо издана. Она, кстати, будет на этой выставке, да? Да, буду продавать. Вот, очень яркая. И открытки, потому что можно, по идее, как бы, ну, вырвать страничку и послать кому-то. А страничка не просто вот такая вот яркая. Наоборот, и там еще на английском языке какое-то стихотворение в прозе или какая-то цитата, высказывание, но на английском языке. Как появилась идея этой книжечки и почему вот эти тексты, песня закончила? «The song is over» или «флу» в одну строчку, например, и так далее. Ну, идея книжечки, это полностью принадлежит моему мужу. Окей. Ну, хорошо иметь творческого мужа, которого мысли работают в эту сторону. Итак. Вот, а потом мы с ним начали, как бы, ну, не то что ссориться, но пытаться разобраться, какие картины помещать в книжечку. Потому что вот ему нравились одни и мне другие. Вот, так что то, что в книжечке, это просто я выбирала как бы и разнообразие, с одной стороны. И мне казалось, что было бы интересно от цитаты, поскольку картины не очень поняты, либо не очень... Ну да, это аллегория, и очень часто бывает, как мы уже говорили только что, человек, вы задумываете одно, зрители видят другое, причем все разное. И в этом ничего плохого нету, но вам хотелось некоторого уточнения. Немножко уточнения, либо просто показать, что можно думать немножко по-другому, а не то, что ты видишь на картине напрямую. И тогда вы начали искать тексты, вы сами что-то написали, эти тексты, вот эти тексты, которые вы... Эти тексты я искала. Потому что тут всегда подпись автора есть, да. Да, эти тексты я искала. Вот, а потом позже я поняла, что то, что я пишу параллельно, оно как-то где-то что-то может перекликаться. Хотя это два абсолютно независимых процесса. То есть тут есть, например, африканские какие-то поговорки, тут есть вот очень интересная картина, мы обязательно ее покажем. «Украина. Последняя капля». Давайте продолжать смотреть эти работы крупным планом. Вот это у вас есть целая серия, которая называется «Настроение». Ну, я выбрала такое одно, как окошко из четырех, четыре лица, которые как будто к стеклу прильнули. Как это возникло и что это такое? На самом деле я на интернете искала фотографии, чтобы... Я люблю, когда можно изобразить какие-то эмоции, и, соответственно, человек чувствует, что эта эмоция не просто лицо с носами, с глазами. И я пыталась изобразить... Это нереальные люди. То есть я пыталась какой-то комбинированный образ и потом изобразить. Единственное, сверху слева – это мой сын. Он любит кривляться и изображать вот такое вот удивление. А все остальные – это просто настроение, просто собранное. Кстати, интересно, что в свое время, в средние века, многие художники, они делали целые серии вот таких вот, но это были рисунки в основном. Вот аффекты. Они изучали настроение, мимику, мимику человека и в данном случае мимика современного человека. Потому что, когда я вот смотрю на эти работы, то я вижу сегодняшнего человека. Может быть, стрижка, может быть, я не знаю, что там. Я не пыталась показать, если художник академической школы видит множество там ошибок, но я целенаправленно меняла, чтобы показать именно настроение. Да, и у вас довольно много там женские портреты есть и так далее. Поехали дальше. У нас не так много времени до конца программы осталось. Это такая вот одна из таких как бы символических, юмористических работ, которая называется «Семья». Да, это мой сын, его жена и их собачка. Да, это вот такая вот у них семья. Пойдем дальше. И к ней, кстати, потом появилась русскоязычная подпись. Но об этом мы поговорим дальше. А это прелестная совершенно, мне очень нравится эта картина, просто по колориту. Она такая декоративная, бабочки, да? Да, это бабочки, но идея была как раз более грустная. Я только перечитала Данте «Божественную комедию», и она мне навеяла на эту мысль, но мне показалось, что она слишком грустная. И поэтому вот я решила ее оживить с одной стороны, а с другой стороны как раз показать, вот действительно же жизнь, и так она вот получилась. Жизнь против мрака, ада, ада, чистилища и так далее. А следующая работа напоминает нам Троицу Рублевскую. Вы намерена? Да, Рублевская, но я дала им пол, там, так сказать, святые. Это намеренно, но здесь, то есть это тема, но идея другая. То есть композиция, это композиция Рублевской Троицы. Да, это композиция Рублевской Троицы, но идея, это вот цепь, если вы видите, на самом деле мужчина уходит от одной женщины к другой женщине, и вот эта женщина передает свои цепи в другой. Вот видите, интересно, что иногда довольно возвышенные образы могут служить для воплощения весьма таких повседневных, бытовых, человеческих, ежедневных движений. Пошли дальше. Вот это как раз та самая Украина, о которой я говорила. Это картина 2013 года. Когда начались события на Украине, на самом деле я очень переживала за это все. И я просто вот вместо говорить, читать и так дальше, вот то, что у меня вот я как чувствовала, то я изображала. У меня несколько картина Украины, они были нарисованы именно в то время, когда происходило данное событие. Это был Майдан, были жгли шины, умирали люди. И я вот чувствовала, ну вот, то жалость и горе, и просто как бы вот Мадонна вот. А это когда мой цикл Украины завершался, я думала, как его завершить. А у вас целый цикл появился работой? Ну вот несколько картин, и вот это последнее, когда я поняла, что Украина есть Украина. Вот неважно, что там происходит. Это вот страна, которую я люблю, и как она вот... Да, и какой вы ее видите. Какой я ее вижу. Это Венера Ботичелем, ну вот там... Да, на фоне подсолнухов украинских чудесных. То есть я вот такую вот ее увидела. Да, это как раз, это очень такая полная надежды и очень красивая работа. Она у вас, или вы ее кому-то подарили? Это картина у меня, и никому не дадите. Я так и чувствовала. Друзья, у нас осталось 15 минут до конца программы, и если вы хотите позвонить и задать свои вопросы Оксане, узнать, как она работает, может быть, у вас возникли какие-то свои ассоциации, то вы можете это сделать, 201-461-13-84. У нас есть еще парочка работ. Я хочу, чтобы вы посмотрели ее какую-то другую немножко манеру. Покажите нам, пожалуйста, вот это. Это, по-моему, последняя работа. Да, она называется «Пузырьки». Это опять-таки, друзья, это все мой выбор. Причем интересно, что Оксана увидела этот мой выбор только сегодня. И очень удивилась. И почему-то думала, что я выберу все совсем другое. Но видите как, каждый выбирает то, что ему нравится. И так, вот это просто такая вот, ну, натюрморт, можно сказать. Натюрморт, это на самом деле, можно сказать, это третья моя картина, которая, когда я начинала рисовать, это я экспериментировала. И вот как-то вышла на улицу, увидела росу на траве и поняла, что это интересно. Да, что это стоит того, чтобы осталось оно на бумаге. Друзья, пока вы думаете над вопросами, у меня вопрос, связанный уже не только с танковой живописью. А вы делаете мозаику, как это пришло. И мозаика ведь это же такое монументальное искусство, тяжелое. Да, как пришло, я даже не знаю. Просто я всегда любила что-то делать. Я очень много вязала, не вещи, а именно вот рисунки вязала. Я много вышивала очень. То есть вы привыкли к более сложной работе руками? Да, я руками. И в принципе, моя учительница рисования, которая давала мне уроки, я очень благодарна ей. Я когда пришла к ней в дом, я увидела, что помимо картин у нее огромнейшее количество мозаик. И это первое, что я увидела, и мне очень понравилось, и я решила попробовать. Действительно мне понравилось, попробовала. Как вы над ними работаете? Что вы делаете? Что является материалом для мозаики, для вот этих вот кусочков? Вы специально это обжигаете, вы где-то это покупаете. Как это делаете? Это интересно, что в этой стране, может, не только в этой стране, но все, что связано с искусством, удовольствиями и так дальше, это все стоит существенно дороже, если купить какие-нибудь там вложи, пойти материалы обыкновенные, строительные. То есть строительные материалы или краски, или клей и так далее, все это дорого стоит? Да, все это дорого стоит, если это связано с искусством, но не со строительством. Поэтому, когда я начала искать битую плитку, потому что я люблю битую, чтобы у меня была свобода, я могу ее подрезать и так дальше. Битая плитка оказалась гораздо, чуть ли не в 10 раз дороже стоит, чем если купить такую же целую плитку, а потом ее разбить. И вы начали заниматься вандализмом, вы начали разбивать. Грубо говоря, да. То есть я покупала по интернету хорошую плитку, которая для кухни там, я не знаю, вот для чего она предназначена, и просто бью ее. Мои друзья знают, они не выбрасывают чашки, они приносят мне чашки, если они не надбились, и я бью эти чашки, тарелки и так дальше. То есть вот так вот мозаика и возникает. А потом я клею и как, ну, по всем правилам мозаики делаю. Но это ведь тяжело, сама по себе мозаика, у нее должно быть основание, потом там наклеится, то есть она тяжелая. Да, да. А поэтому мозаики делают, ставят на стены домов, на улицах, там, в церкви, допустим, всегда это было на камень, клеилось, скажем. Как вы с этим? У вас стены хватают, и они достаточно крепкие? Стены я хотела. Или вы их прислоняете? Ну, тут я благодарна своему мужу, потому что у него идея возникла. Если бы не он, может быть, я это и не делала бы. Он делает бетонные плиты, тоже, опять же, тоже Лоуз покупает бетонную плиту. Он ее обрамляет и готовит мне место для работы. Либо я горизонтально кладу на стол, у меня есть студия в доме, и там делаю. Либо он прикрепляет ее на стену, и я на стене делаю. Зависит от того, что я именно делаю. А потом, да, тяжелое все, тяжелое, но интересно. Да, это действительно очень интересно. Что вы сами любите смотреть? Вот у вас, вы во Флориде в каком месте живете? В Майами? Нет, на севере Генсио. А, понятно. Но все равно не так далеко от вас, например, проходит знаменитая Базель, Майами, Бич, ярмарка и так далее. И вообще сейчас во Флориде довольно оживленная художественная жизнь. Наш город очень художественный город. Да. Вот что вы любите? Вы любите то, что похоже на то, что вы делаете, или абсолютно контраст? Вы знаете, я люблю, в общем, все. Я с удовольствием поехала в Вашингтон только из-за того, что там была выставка Сарджана. И я смотрела вот его картины. Это абсолютно не то, что я рисую. Вот я в Нью-Йорке в музее смотрела портретную галерею, которая провела там много-много часов. Очень люблю модерн арт-музей, где какие-то идеи. Биеннал я посещаю везде, где только можно, чтобы тоже... Современного искусства, да, чтобы только можно было что-то посмотреть. Хотя то, что вы делаете, не совсем похоже на то, что делают вот сегодня многие-многие художники. У вас нет ощущения... Я понимаю, что вы все-таки только шесть лет занимаетесь изобразительным, так, серьезно, живописью. Хотя у вас, конечно, невероятный прогресс и все. Но нет ощущения, что изобразительное искусство заходит в какой-то тупик, что самые интересные вещи теперь уже можно и хочется, и интересно делать на грани многих или при слиянии многих видов искусства. То есть, что музыка и танец. Например, вот я читаю несколько журналов подряд, связанных с изобразительным искусством, американских, где обязательно есть статья о модерн-дэнс, которая теперь как бы часть визуального искусства. Интересно, я как раз... Мне очень нравится Фламенко, и я много картин посвятила, и я еще не почувствовала того удовлетворения в картине, где бы я смотрела на... То есть вы еще не исчерпали себя? Нет. Все впереди. Как возникло... Вот я знаю, вы мне прислали несколько картин с коротенькими русскоязычными текстами. Эти тексты, как они появились? И вообще, в принципе, вы писали по-русски, вы пытались писать по-русски, или это в связи с картинами появилось? Ну, писала я... Есть стихи, когда-то писала. Я много писала, но это было в молодости. Потом был большой-большой перерыв. И так получилось, что я попала в Генсивилле в талантливую группу, русскоязычную группу, где люди пишут, поют. И там, соответственно, может быть, даже требовалось от меня, что ли. Чтобы вы проявили какое-то творческое начало. Да. И это у меня проснулось опять. И сначала я писала стихи для всевозможных мероприятий, которые у нас... А потом поняла, что я теряю что-то в рифме. И начала писать просто короткие, вот в духе Хармса, наверное, вот рассказы. Да. Мне показалось, что это мне ближе. Да-да-да-да-да-да-да. И я думаю, что можно... У нас есть еще некоторое время, можно кое-что даже прочитать, чтобы люди знали. И вы пока еще не опубликовали это все. И даже на интернете этого нет. Это очень ранее. Нет, этого нет. Окей. Ну вот я могу прочитать, друзья, чтобы вы получили представление. Очень как бы просто. Он забыл, как его зовут, и продолжал думать, что у него есть она. Она забыла, как ее зовут, и продолжала быть с ним. Они не знали, что у них больше нет имен. Имена им были не нужны. Они были всегда рядом, а больше никого не было. Это очень красиво и поэтично, и тонко, хотя, конечно, с некоторой долей иронии. Ну вот, как вы сказали, Хармс. В конце концов, Хармс. Это было. Ну и, может быть, вы что-то прочитаете? Ну, я вот, я теперь не знаю. Вот, может, вы выберете. Ну, окей. Муж уехал от жены очень далеко и сказал жене, чтобы она по нему не скучала. Жена его послушала и не скучала. Так прошло несколько дней, и захотелось жене половить рыбу. Вышла она из дома и пошла прямо к озеру, где рыба водилась. Идет и помнит. Помнит, что скучать невелено, а озеро еще далеко. Вот она по дороге и завернула в клуб для не скучающих жен. Это очень флоридская история. Это я от себя уже говорю. И все жены там не скучались, а занимались собой. И ей очень это понравилось. И про рыбу она забыла, и про мужа забыла. Только помнила, что скучать нельзя. А почему нельзя? Забыла. Помогает чувство юмора все-таки. Он очень боялся, что она покрасит волосы в зеленый цвет. Он тогда будет думать, что она дерево. Жить с деревом он не хотел. Он так боялся, что купил себе темные очки и все время их носил. Я думаю, что Оксанин опыт это пример нам всем того, как нельзя, или может быть даже и нужно на какое-то время задушиться, быть в себе художника, чтобы он потом вырвался на волю и вот так вот таким образом проявился. Потому что если глубоко покопаться, то в каждом из нас есть какие-то такие большие ресурсы. В связи с ресурсами, на каком языке вам легче писать? На русском или на английском? На русском легче писать. Все-таки? Все-таки. Может, и думаю где-то на английском и говорю, но на русском все-таки легче. Что-то, наверное, не уходит никогда. Более того, я пыталась переводить это на английский и теряется. Да, абсолютно. Особенно, когда речь идет об абсурде, о юморе. Это непереводимо. Или это надо быть каким-то невероятным виртуозом и того языка, и другого. Наверное. Набоковым, наверное, надо это будет. Ну, да. Я думаю, что Набоков, если бы ему пришлось переводить... Он не переводил. ...юмористические какие-то вещи, вот очень, то тоже, наверное, у него бы не очень получилось. Я не знаю. Он не переводил. Я не знаю. Это особый такой случай. Тоже вот непереводимый совершенно. Друзья, я хочу напомнить, что выставка Оксана, а также еще целой группы художников будет проходить в завтрашнего вечера в Мора, 80 Гранд Стрит, что вы можете в эти же дни попасть на Армори Шоу. Это выставка искусства 20-го и 21-го века, которая расположена на 92-м и 94-м пирсах на Гудзоне. Это в районе 50-х улиц. Запаситесь временем, потому что и силами ходить придется очень много. Впечатлений очень много. Лучше купить такой билет, который позволит вам прийти несколько раз, потому что за один раз просто голова начнет кружиться. И я думаю, что и Оксана, наверное, собирается на это мероприятие. Не случайно она здесь оказалась. Одновременно по всему городу проходит много больших выставок. Большая выставка проходит на Парк Авеню Армори, в Парк Авеню Армори, на Парк Авеню в районе 67-й, около 67-й улицы. Есть выставка отдельно, такая параллельная, она называется «Скоп». Это более такое молодежное искусство в Челси и так далее, и тому подобное. Лучше всего пойти на сайт armory.org или armoryshow.org и там все посмотреть. Хочу напомнить также, что завтра вечером в субботу в 7 вечера в Карнеги-Холле выступает Государственный филармонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича под управлением Юрия Тимирканова, солист Николай Луганский. Николай Луганский исполняет первый концерт фортепианы Брамса. А дирижирует Ювери Тимирканов. И кроме этого в программе еще 5-я симфония Шостаковича, самая популярная, наверное, из симфоний Шостаковича. И это единственный концерт этого оркестра в Нью-Йорке. И это Карнеги-Холл, что добавляет очарование, так сказать, этому. Я хочу в связи с музыкой задать последний, наверное, вопрос. Я чувствую, что вы звонить не хотите. Заслушались. А вот на этой книжечке пианистка, вот на обложке этой книжки, это, конечно, такая юмористическая фигурка, это понятное дело. Тем не менее, вот вы занимаетесь литературой, вы занимаетесь изобразительным искусством. Вы никогда не учились в музыкальной школе? Нет, но я очень-очень люблю джаз. Вот так. И это чувствуется, вот как ни странно, и в картинах, и вот в этой некоторой такой легкости, изящести многих и многих работ Оксаны, это как раз чувствуется и слышно. Друзья, на следующей неделе у нас два очень интересных гостя. Если вы слышали программу, связанную с фестивалем русско-американской еврейской культуры в Центре еврейской истории, который пройдет в это воскресенье, там выступала Анна Кацинесон, то вы, наверное, обратили внимание на выступление Светланы Шмуля. Мы им заканчивали эту программу, там была джазовая музыка. Вот Светлану мы решили 8 марта по случаю Международного женского дня пригласить к нам, чтобы она подробнее рассказала о том, как она дошла до жизни такой. А в пятницу мы надеемся, что у нас в гостях будет очень интересный писатель, книгу которого перевели только что на 11 языков. Он приезжает ненадолго в Нью-Йорк об этой книге и о многих других вещах, свидетелем которых и участникам которых он был, мы поговорим в следующую пятницу. Хочу также напомнить, друзья, что если вы любите балет, совсем скоро финальные... в следующую пятницу. Субтитры создавал DimaTorzok